13.06 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлеева. В гостях у меня сегодня член Общественной палаты Кировской области, генеральный директор и главный редактор телеканала Рен Киров Юрий Шлемензон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Ваша коронная фраза. Все сказанное в эфире является моим оценочным суждением. Если вы нас слышите, то слушайте вы нас на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляции эфира, а также видео-трансляции в нашей студии. Идет на сайте эхакирова.ру, там же вы можете задать вопросы через форму анонсов, ну и номер для ваших смс 8909-720-101 и 0. Начнем мы, как вы сказали, с самого неинтересного вопроса. Самого интересного. Общественная палата наделили правом законодательные инициативы. Какие в связи с этим настроения ходят в обхо? Возможно, уже созрел какой-то законопроект, или он уже давно назрел, с которым общественники сейчас готовы ренуться в бой в парламент? Я думаю, что никто в бой сразу не ренется, не должен ренеться. Конечно, обсуждения идут. Члены общественной палаты очень рады, как я думаю, о том, что они имеют законодательное право. Но это не значит, что все члены общественной палаты могут единолично выносить законопроект. Это выносится общим собранием общественной палаты, законопроект, который будет обсуждаться и выноситься на решение законодательного собрания. Но я думаю, что первоочередной законопроект, который может внести общественная палата, это закон об общественном контроле. Идут уже длительные проработки в этой части, и я думаю, что такая законодательная инициатива именно от общественной палаты имеет право, и она достаточно хорошо проработана. Насколько я понимаю, что да, законопроект уже практически готов. Готов, да. Он прошел многие обсуждения в различных комиссиях, но он созревший в документах. А сами-то вы как, довольны, что теперь будет право? Ну, у меня уже есть опыт законодательной работы, так что для меня это хорошо, наверное. Ну, кстати, к опыту законодательному слушателю. Александр интересуется. Юрий Львович, добрый день. В сентябре выборы в УЗС. Пойдете ли вы от ЛДПР? Нет. Не пойдете от ЛДПР или не пойдете вообще? Нет, не пойду вообще. Почему? Так сложилось. Ну, наверное, потому что сейчас у вас есть право законодательной инициативы. У меня здесь есть возможность прогреть в этой сфере все возможности. Перейдем к теме уже, наверное, не столько веселой, сколько трагичной. После трагедии в Карелии Дмитрий Медведев, премьер, потребовал усилить контроль за детскими лагерями. Заявил он следующее. Руководители, собственники, все работники детских оздоровительных учреждений должны нести ответственность вплоть до уголовной за свои действия, даже без наступления тяжких последствий. Учитывая, что, в принципе, сейчас они тоже ответственность несут, потому что я сама работала в лагере и тоже подписывала все эти бумаги. Не начнут ли сейчас на местах кошмарить детские лагеря после таких распоряжений? Ну, во-первых, я хотел бы выразить все соболезнования семьям погибших детей, в первую очередь. Ну, Компанечина, мне кажется, все равно будет присутствовать, хотя в нашей области, насколько я знаю, и вот совсем недавно, в полномочном по правам детей Владимир Шабардин докладал о проверках, которые он систематически проводит. Ну, я думаю, сейчас будут, может, дополнительные проверки со стороны Роспотребнадзора, МЧС, что немаловажно. Важно, да. Хотя мы прекрасно знаем, что при подготовке к сезону лагерей эти все проверки проходят, они есть плановые проверки. И, насколько я знаю, и сам выезжал в лагеря в предыдущие периоды, вот я только с новой дирекцией не знаком, которую организовал совсем недавно, не знаю уровень компетентности и возможности ее. Но в предыдущие годы достаточно серьезно подходили к подготовке лагерей к сезону нашей области, насколько я знаю. И думаю, что некие дополнительные проверки пройдут, но это не решающе. У нас ведется в области достаточно серьезная плановая работа в этом области. Вот просто тот же Владимир Шевардин, которого вы уже упомянули, сам не раз говорил о том, что и в кировских лагерях есть проблемы все равно персонала. Да. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что в основной массе своей, ну, может, не в основной, но в процентах 50 точно, это студенты. Студенты. Ну, это нормальная практика, которую я сам будучи студентом тоже работал в лагерях. Вот, у меня тоже был такой опыт, был он, правда, лет 10-11 назад в одном из лагерей Башарова, и мы на отряде стояли втроем, вот, три девочки-практикантки. Нас было трое, ни у кого у нас не было не то, что опыта работы в лагере, в принципе, из нас никто в лагере никогда даже в детстве не был. Ну, так у всех бывает, ничего страшного там нет. И вот, я представляю, что если бы сейчас произошла, то есть, если бы эта ситуация произошла тогда, когда я работала в лагере и несла вот эту вот уголовную ответственность... Ну, давайте будем говорить о том, что, во-первых, это был специализированный лагерь. Вот я как раз был вожатым в таком специализированном лагере, связанном с туризмом. Конечно, вот в тот период, когда я этим занимался сам, мы уже имели некие категории, которые... Это была плановая политика государства, о том, что инструктора, которые работают здесь, не инструктора, которые работают с инструкторами другого уровня. Они должны были пройти определенные... походы определенных категорий, их защитить, соответственно. Это все документально подтверждалось. То есть, приходили люди, которые имели достаточный уровень компетентности в этом вопросе. Они знали, как выстраивать... То есть, если не опыт работы в лагере, то, по крайней мере, опыт работы... Да, конечно. Конечно. Ну, в той сфере, которая более опасна, чем просто лагерь. Мы там занимались горным туризмом, есть водный туризм. Соответственно, некая специализация у тех людей, которые этим занимались, она существовала. Они сдавали определенные нормативы, проходили инструктажи, которые положено пройти. То есть, это была плановая система работы государства. А сейчас она поломана. То есть, некие общественные есть организации, которые это делают. И тогда это, в принципе, делали общественные организации. Но они находились под государственным контролем. И просто так повести детей в походы никто не мог. То есть, все инструкторы имели определенные прохождения, достаточно высокие, чтобы быть инструктором. Надо иметь категорию походов пройти, чтобы быть инструктором или инструктором у инструкторов. Это была целая государственная политика в этом вопросе. Соответственно, и тогда случались отдельные эксцессы. Но это было не так заброшено все. Во-первых, когда выходили в походы, мы сообщали с соответствующим органам, службам, которые знали, во сколько мы должны прийти, куда прийти, в какое время. Мы должны были отзваниваться. Или в то время даже телеграмму посылали. Поэтому это была целая система. Сейчас, в последнем случае, мы прекрасно знаем, что даже МЧС не имело никаких сведений о том, что группа начала сплав. Ихводный туризм был. То есть, это проблема такая, которая должна лишаться комплекса с участием государства. Я вопрос, собственно, задала к тому, что не будет ли сейчас какого-то оттока именно молодежи из лагерей, которая, грубо говоря, просто испугается этой ответственности? Я не думаю, что у нас такие суверности ответственные, что они сразу побегут на самом деле. Не чувствую этого пока. Неприятный запах в городе в неочередном заседании комиссии ЧАЭС. Предприятия, которые работают на территории БХЗ, заявили, что никаких превышений предельно допустимых концентраций нет. При том, что Роспотребнадзор заявляет, что по серой водороду практически в два раза эти концентрации превышены. И вместе с тем, то есть, вот эти предприятия говорят, что ничего такого нет, но провести проверку на территорию предприятия, тем не менее, отказались. Перескоков обещал обратиться в прокуратуру, вроде бы как-то всем это пригрозил. Поградить пальчиком, да? Да. Вот что городским властям делать в данной ситуации? Потому что, насколько я понимаю, способы попасть на территорию предприятия, вот просто прийти провести, говорят, что нет. Ну, будем говорить так, что эта тема, во-первых, не новая, да? Насколько я помню, весной у нас были некие публикации в наших СМИ в этом же запахе. И было тогда обнаружено, что некое предприятие Аварус, если я не ошибаюсь, которое выпускает антибиотики, незаконно сливало эти антибиотики, в том числе на территорию БХЗ. Это было визуально зафиксировано. Были снимки в интернете. Я помню, что в Фейсбуке это обсуждалось. И вы все все знают, как обычно? Ну да, конечно, знаю. То есть, на самом деле, найти эти суперисточники не так сложно. Это так и не составляет. Насколько я знаю, вот если, может, я в цифрах в порядке ошибаюсь, то где-то около 117 или 170 проб на территории БХЗ, вот весной было, я помню, я брал эти материалы за прошлого подряд надзора, было взято. И только в трех или в четырех пробах было нарушение. Но в рамках математической болезни 1, 1, 1 и 2, вот именно по сферовой дороге. Я думаю, что сейчас сложилась такая ситуация, что вот этот антибиотик, который, ну, составляющий антибиотика, сливались незаконно на территории, сейчас стало жарко, оно стало испаряться. Это одна проблема, которую я вижу, да. А вторую я вижу, это нарушения, которые осуществляет наша городская власть. Мы же все прекрасно понимаем, что у любого предприятия есть защитная зона. Она составляет, если я не ошибаюсь, не менее полутора километров. У такого уровня предприятий, там же, по определенным категориям все предприятия распределены. У нас там ТЭС в этом же районе, да, и мы видим, как там все вокруг застраивается и очень достаточно близко. Плотненько. Плотненько, да, то есть нарушение, будем говорить, всех рамок и закона. Понятно, что это вызовет при определенных погодно-климатических условиях превышение. Если здесь рядом у вас находится под носом, там, заправка, да, то все равно, когда станет 30 или 40, то бензином начнет пахнуть, да. Ну, не говоря о безопасности еще всего этого. Так же и там происходит. Понятно, что сейчас никто завод или там, тем более ТЭС, переносить эти счеты города не будет. Но можно ведь город строить не только в эту, а в другую часть города везти. Но это, видать, наверное, достаточно сложно для наших властей. Тем более, мы понимаем, у нас так и не существует городской план, которым все обсуждают в ваших программах и в СМИ застройки города, да. То есть генеральный план такого вживую никто толком не увидел. Но он постоянно улучшается. Но он улучшается, да. Это главная вот эта фраза у нас всегда говорит. Он улучшается. Поэтому такая проблема, которую должны совместно осуществлять и городские власти, и те предприятия, которые работают в этом районе, она проблема не простая, но она вполне, наверное, решаемая. Ну, то есть можно сказать, что вместо этих новых жилых микрорайонов, которые вырастают вокруг этих крупных предприятий, их все встроить нельзя. Стоило бы какую-то зеленую зону набору. Ну да, конечно. Есть полтора километра, где не положено строить еще. Значит, надо соблюдать. Вот и все. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Через минуту продолжим. Да, без рекламы мы не сможем. Особое мнение продолжается в студии Дарьи Топузлиева. В гостях у меня сегодня Юрий Шлеминзон, генеральный директор и главный редактор телеканала РН Киров, и член Общественной палаты Кировской области. Мне хотелось бы поговорить о Кировском лагере в Крыму, на минувшем пленарном заседании шел разговор о том, что депутаты планируют выкупить часть путевок в Крым. Ну, собственно, возникла проблема, но я вот не знаю, кстати, с чем она связана. Возможно, вы сможете оценить. То есть первая смена начинается 27-28 июня. Договор аренды заключили только в конце мая. И сейчас есть определенные проблемы с наполняемостью первой смены. Путевка стоит порядка 37 тысяч рублей, это с перелетом из Кирова, на две недели, 14 дней. Почему не удается заполнить эту первую смену сейчас? То есть это недостаточно пока рекламной кампании? То есть люди еще мало просто знают? Ну, я думаю, что, во-первых... Или цена все же? Здесь оба фактора, надо сказать, что они работают, потому что информирование о том, что продаются путевки, поступили достаточно в СМИ поздно, и она прошла не так активно, эта рекламная кампания. Ну, и будем говорить, что предъявляющая экономическая ситуация, которая у нас в области, в стране в целом, это для многих семей достаточно большая сумма. И она, в реале, она и не маленькая, на самом деле, потому что за такие деньги, за эту сумму, да, если ее привести в эти противные европейские валюты, да, то на самом деле можно не в самом худшем месте Европы отдохнуть за эти же деньги, на самом деле. Ну, вот у меня, знаете... При других комфортных условиях. Вот у меня просто вопрос возник у нас, проходи вопрос как раз к очередному, там, дневному развороту. Как раз люди вот считают, какую цену за путевку адекватной. И вот эти вот... Вы говорили, что это 500 евро практически, да? Ну, то есть вот эти 40 тысяч выбрало мало людей. А мне было не совсем понятно, то есть люди готовы заплатить 40 тысяч, в общем-то, за свой отпуск, ну, практически все. Ну, то есть вот 40 тысяч, я думаю, это нормальная цена. Нет, мы знаем, сколько у нас средняя заработная плата в Кировской области? Официальная? Да, официальная. Ну, там чуть больше 20 тысяч. 21 тысяч, да? То есть это полторы... Ну, все, отпуск раз в год. Нет, мы говорим о том, что это надо выделить на детей, а не на свой личный отпуск, да? То есть это две зарплаты... Дети, цветы жизни. То есть получается, на себя 40 тысяч не жалко, а на ребенка жалко. Ну, никто не говорит, что не жалко, потому что многие себе и этого позволить не могут. Это зарплата, которая в среднем по больнице. А если мы возьмем наши районные центры, наши пригороды и дальние районы Кировской области, то с этой заработной платой еще до нее расти, как говорится, да? Не все наши педагоги такое себе могут позволить тоже своими высокими заработными платами, которые нам постоянно рассказывают. Это совсем низкая цена, понимаете? Очень хорошо, что депутаты откликнулись и помогают там неполные семьи, что приобрели и вообще детей из детских домов помочь купить такие путевки. Это очень хорошо. Раз ты это слышишь, что наши депутаты правильно среагировали, они перед этим помогали, они инвентарь закупали. Они инвентарь на 400 тысяч закупили, деньги, которые ЗАГС сэкономил, около миллиона месяцев тоже откликнули. Так называемая, да, экономия. Это все очень хорошо. Но я думаю, что будет этому вниманию уделяться нашими депутатами и нашими властями, поэтому возможности у детей возрастут посещать этот флаг. Конечно, это очень хорошо, что в такую природную зону поедут наши дети восстанавливать свое здоровье. Мы же прекрасно понимаем, что не блещут наши школьники здоровьем, да? И такие места пребывания, они достаточно хорошо поднимают уровень состояния организма. И в честь и хвала нашим депутатам, что они на это откликнулись. Я думаю, они в дальнейшем... И новый СССР, который будет образован после сентября месяца, тоже поддержит это дело. Да, и с бюджетом посмотрит, как он будет помогать этому лагерю. Большая работа была, она с трудом проходила, насколько я знаю. В честь и хвала депутатам. Вот депутаты поддерживают. А вместе с тем и Александр Галецких, и Роман Бересник, министр юстиции, когда шел разговор как раз о подписании договора, обращались еще и к работодателям, чтобы, ну, по крайней мере, какие-то крупные предприятия, часть путевок, ну, оплатили, что называется. То есть вот пока вот кто-то никак не откликнулся. Поймите, что сейчас нынешняя экономическая ситуация, наверное, достаточно сложная. Хотя есть предприятия ВПК, которые сейчас на большом подъеме, нам сообщают об этом, да? И вместо того, что... Ну, они, наверное, могут это сделать, да? Хотя и можно было бы эти деньги направлять не туда, в государство, а на деньги. И последний момент по поводу этих путевок. Тогда какая цена для Кирова при средней заработной плате Кирова была бы такой? Ну, мне сложно это сказать. Я затрудняюсь. Наверное, калькуляцию составляли. Она такова, какова она есть. Там, наверное, не все так дешево обходится по содержанию детей. И мы знаем, что там и продукты стоят немножко другие, цены и переветы. Ну, и перелет значительную часть стоимостью съедает. Да, у нас сумасшедшие цены, на самом деле, на билеты. И авиационные, и железнодорожные, если мы сравним с этими загнивающими гадскими буржуями, то их лоукостеры летают в несколько раз дешевле, чем летают наши великолепные самолеты. А, не последний вопрос. Вспомнила еще один момент. Частенько вот в комментариях к этой новости попадалось такое мнение, что, а зачем нам, собственно, вообще этот крымский лагерь? Пусть бы депутаты вот эти деньги, которые они все собрали, и вся вот эта работа кипела бы в кировских лагерях. Нет, ну, будем говорить, что это хорошая климатическая зона. Детей раньше, вот я помню, всегда в Патторию там отправляли с определенным видом заболеваний. И это давало отличные результаты по восстановлению здоровья. Ну, просто в Кирове море клубы, ах, нет. Да, вот так случилось, что все в Кирове есть, а вот моря нет. Нет, это хорошо, что есть дети. Еще одна тема, которая меня задела на этой неделе. В Кирове снесут дом купца Якова Прозорова. Он наполовину деревянный, расположен на перекрестке Ленина и Пролетарской. Он устроен был позапрошлом веке. Задела меня не столько сама эта новость. У вас там недвижимость вашей мечты? Нет, я, если честно, уже немного привыкла к тому, что у нас старинные здания все сносят и сносят и сносят. Ну, смотря в каком состоянии они находятся. И вот. И тут всегда есть люди, оппоненты, кто говорит, что... Да, сохраняй. Эту рухлядь уже давно пора сносить. Ну, да, бывает и так. Но рухлядью, вот действительно ли это уже все рухлядь? Потому что вот мы... Ну, вот для меня дом Прозорова, вот честно скажу, для меня он выглядит как рухлядь. Хотя в Кирове есть достаточно большое еще количество зданий, которые я бы на месте у наших властей весь такая практика за один рубль отдавал. И требовал, чтобы содержание, вид внешнего дома был сохранен. А внутри вы можете его использовать по самому, по своему усмотрению. Такая мировая практика существует. И вот у нас тоже где-то недавно один из домов за такую цену предлагается, чтобы сохранить. Хорошая практика, ее надо внедрять и использовать. Хотя есть такие здания, ну, правда, оно старое, но несет ли он... Вот там был соус сделан по образцовому проекту по 1812 года, да? Ну, может быть, до 9-го, да. Ну, привлекательный этот дом, хотя бы были, у нас есть дома с резьбой великолепной, там, калу... Ну, много элементов, где, да, действительно, это сохраняет наш старинный город, и очень приятно на них смотреть. Ну, тут просто такие комментарии попадаются не только относительно вот этого дома, который я, ну, ладно, согласна, возможно, он спорный. Ну, то есть, относительно любого здания, которое было построено раньше, чем родились чьи-то дедушки, тоже не какого-то полосы. Это же наша история, колорит города, может, когда-то и туристы на этот будут приезжать, так много уже мест остается, где сохраняется такого уровня здания, которое вызывает интерес. Ну, просто тут вот как раз читали с коллегами эту новость, читали комментарии, и задумали сначала над тем, ну, то есть, действительно, все это же не просто восстановить. И тут вот у нас висит открытка на стене из Дрездена, и мы понимаем, это город, который был разрушен в одно. Полностью, да, ну, да. Ну, и Краков такой же город, который восстановили по квартире. И то, что там восстановили, вот ты же, когда гуляешь по Дрездену, у тебя не возникает ощущение, а, новодел, ага, я тебя вижу. Это, ну, вот там, вы знаете, существовал генеральный план застройки города, черт возьми, да. Который у нас только улучшается. Который у нас только улучшается, а у них он такой, ну, как маленький бывает, но он выполняется. Вот, в связи с этим, там, много обсуждаемый проект «Вятский променад», да, сейчас не популируется. Вот, идея, мне кажется, очень нехорошая. Вот это будет позволять, вот, где проходит, так называемая, ну, первая структура построения Дрезденского променада, там же тоже есть здания, которые имеют историческую ценность. Понятно, что если этот проект будет существовать, то эти здания будут в том надлежащем виде, в котором люди будут приятно на них смотреть. Во-первых, это даст возможность по пути этого променада и инфраструктуре малого и среднего бизнеса привлекать. То есть, локейшн будет для, будем говорить, для общепита великолепный, там, еще для каких-то услуг. И поэтому эта вещь, мне кажется, очень привлекательная. Ее надо поощрять и поддерживать всячески, в моем понимании. Сейчас у нас небольшая реклама, и потом мы продолжим говорить уже как раз про Вятский променад. Давайте про это поговорим. В эфире «Особое мнение», мы продолжаем, Дарья, это Пузлиева. Общаемся мы сегодня с членом общественной палаты Кировской области, гендиректором и главным редактором телеканала «Рэнкиров» Юрием Шлемензоном. Как уже сказала, продолжим мы говорить про Вятский променад. Насколько я поняла, вам довелось ознакомиться с этим проектом, потому что мне их нет. Мне нравится сама идея, мне нравится очень эта идея, я сторонник этой идеи. Есть некие элементы, которые, пока я к ним не готов, например, пешеходный переход через улицу Ленина. Я считаю, что он очень сильно закрывает так называемый мост. Притом совсем не дешевое удовольствие. Но вот он как-то не ложится во все это дело. А вот все остальное очень привлекательно. И обычно, когда к тебе приезжают друзья, знакомые, практически по этим же местам идешь. Вот все ломают копии из колеса обозрения. Вот, не знаю, меня это совсем не ломает. Я видел этих колес, находясь там в Европе, во множеством исторических мест. Получал огромное удовольствие, когда я на них ими пользовался. А знаете, меня так не раздражало, как вот это колесо обозрения на площади в Амстердаме. Ну, не знаю, меня ни в Гонконге, ни в Сингапуре, ни в Вене, ни в Лондоне, нигде это не раздражает. Во-первых, снимки отличнейшие получаются. С колеса или на колесо? С колеса, конечно. Я практически везде старался воспользоваться этой возможностью поснимать с колеса. Не знаю, кому мешать будет, чем мешать будет. Во-первых, главное для меня, там будет сквер, который будет чистый. Это я точно могу сказать, чем занимается крепосток. Он делает все основательно и потом соблюдает порядок в тех местах, где положенные объекты, где всегда чистый и опрятный. Ну, не понравится колесо. Во-первых, оно съемное, насколько я понимаю, смотрел. Ну, взяли, убрали. Но сквер-то останется в хорошем качестве. А по самому маршруту, то есть с теми положениями, которые в интернете, более-менее все знакомы. А вам, вы присутствовали вот на этой присловутой встрече, где была кировская интеллигенция, которая, что называется, уже с первых рук презентовали этот авиатский променад. Что такого вкусного, интересного, особенного там предлагают? То есть там подразумевается какая-то реконструкция, я не знаю, тех же исторических зданий? Ну, их содержание зданий, я думаю, что попадает, хотя это как бы не обязанность. Ну, понятно, что это не забота, там, в аллее крепостного. Ну, я думаю, что это, в самом деле, все будет приводиться в надлежащий порядок и будет выглядеть очень достойно. Перейдем к тоже городской теме. Муниципальная служба такси у нас не так давно начала работать. Угу, есть такое дело, да. Как выяснилось, у них оказались несколько выше, чем у остальных, ну, большинства по городу. На что директор ЦДС Александр Рыболовлев заявил, что такси не должно стоить дешево, и задача вот этого муниципального такси как раз-таки цены вот эти выровнять, ну, причем выровнять, я так понимаю, подразумевает поднять. Вот согласны ли вы? Вообще, когда я первый раз увидел это выражение, я вообще думал, что это фейк какой-то. Ну, нет, так и было. Ну, я потом понял, что это так и было. Ну, как может государственный человек, который переживает, должен за благосостояние населения говорить о том, что дешево – это плохо? Ну, это разве нормально? Я считаю, что нет. Я была возмущена, потому что я часто пользуюсь такси. Мягко скажу, что я был возмущен, я некоторые французские слова даже произнес по этому поводу. Когда дешево, удобно людям. Почему надо говорить, что это плохо? И оно не должно стоить так дешево. У меня первый мысль, который возникло, это поможет свои троллейбусы. Я уже не буду говорить про эти суперавтобусы, где запахи от БХЗ, которые возникают там или от АВАРУС, которые говорят там эпизодически на несколько дней, да? И чадящие автобусы, которые ходят по улицам города и загаживают. Мы же делали в свое время замеры на переклестке Карла Марса, профсоюзной, и в других местах трафик, где проходит такой серьезный автобус. Мы же видели, что там серьезное превышение ПДК и сероводорода и все остальное, и всякой гадости. Это почему-то сотрудников ЦДС и те, которые отвечают за транспорт, не тревожит. Я вообще не понимаю, зачем государство вообще в это дело вмешивается, мне очень сложно понять. Тем более, говорят, что ездить дешево – это плохо. Ну разве это забота о гражданах? Нет. Ну одна мысль у меня тут, кстати, несколько потревожила, то есть вот по поводу того, что как раз выровняет цены. А какова вероятность, что действительно остальные службы такси посмотрят, что кто-то возит там за 170, за 150 рублей? Это конкурентная борьба, настоящая. То рынок, то это, вот фильм, то рынок. Рынок все стерпит. И все выровняет. Ну все ты мы, а рынок не стерпит как раз, а мы-то все стерпим. А тех, кому, судя по всему, придется терпеть, в конце июня Госдума может принять поправки в жилищный кодекс, который известен как закон о запрете хостелов. После этого в Кирове, по оценкам, может закрыться от 40 до 60 процентов хостелов. Примерно такой процент, вот этих вот мини-гостиниц, находятся в жилом фонде, и у них нет возможности перевести площади в нежилое помещение. Ну я уж там не знаю, не разговариваю, почему, да, но возможно, да. И налоги будут совсем другие. Ну это выгодно власти, будем говорить, потому что или платить 0,1 процента от стоимости, да, когда строили, или там 1,3 для дежилых помещений, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, но где-то был порядок. Ну то есть ощутимая разница. Ну в 10 раз. Ну то есть и хостелы... Вообще, я понимаю, что этот законопроект писали люди, которые вообще не представляют, что такое хостел. Вот для них это хостел, это такая, знаете, ну будем говорить, дешевая ночлежка. На самом деле, хостел это далеко не ночлежки. Вот, наверное, у тех депутатов, которые этот закон писали, их там много было. Очень много звучало, опять вот так называемые заботы, о жильцах этих домов. Ну вот сегодня внесена поправка одного из авторов Елены Николаевой. Поправка внесена к второму чтению. Я утром видел сообщение о том, что согласие близлежащих квартир жителей, это допускается. Не знаю, это согласие проживающих в подъезде или на площадке. Ну вот в Кирове же есть гостиницы, которые в жилых домах. Я сам останавливался в гостинице, в жилых домах, путешествуя бюджетно по Европе. Я не видел никакого отторжения близлежащих жильцов. То есть это никогда не создавало ни мне проблем, но, я думаю, я не создавал таких же проблем, живущих в жилом доме. Ну, мне тоже, потому что я не могу побывать в Костово, я не помню, там каких-то дебошей, чтобы кто-то... Ну, а гостиницы в жилых домах, они же тоже попадают под это дело. У нас же в Кирове есть достаточно большое количество гостиниц в жилых домах. Они имеют отдельные входы, да. И, на первых, есть целые подъезды. Ну, они же не создают каких-то проблем жильцам совершенно. Тут подход какой-то неверный. Ну, понятно, что в этом заинтересованы владелицы гостиниц. Но если взять там, я не ошибаюсь, могу в порядке цифр ошибиться, то в Москве жилой фонд, хостелы занимает мест около 20%, а в Петербурге, ну, если я не ошибаюсь, больше 35%. Это позволяет бюджету нашим гражданам, если мы поднимаем внутренний туризм, а мы об этом говорим многократно, со всех трибун, да, то граждане россияне, не обладающие большими деньгами, должны иметь возможность бюджетно поселяться в центре истрече. Я понимаю, ты же, если поехал, то не будешь сюда крайне, где-то далеко жить, то есть надо жить в центре. В центре у нас дешевый гостиниц никто не строит, да, у нас там, строится что? Пятизвездочный, в лучшем случае, четырехзвездочный отель. И тогда граждане теряют возможность посещать эти города, эти места. Ну, второй фактор, я уже вам говорил, что это налоги совсем другие, перевод для жилого помещения, это еще большие деньги. То есть выигрыши остаются только владельцы гостиниц. Ну, а будем говорить, вот скоро будет наш чемпионат мира по любимому нашему виду спорта, футболу, да. Если по иностранцам, то это не ударит в связи, особенно с нынешним курсом нашей... Они тут себя пригодны будут чувствовать. Да, они себя будут хорошо чувствовать. Ну, а с местами как бы? Мы же не сможем настроить в течение двух лет еще такой огромный фонд гостиничный. Так они очень туго идут у нас, бюджетные гостиницы, совершенно. И иностранцы еще до 2013 года очень возмущались ценами на нашей гостинице в Москве, в Петербурге. Они, правда, заоблачные. Они у нас просто заоблачные цены. Не в самых лучших отелях. Еще немного о жилье. В Кирове стартовала программа обеспечения жильем работников в бюджетной сфере. Разработана она по поручению правительства области. Там целый ряд бонусов для бюджета предлагается. Да, я слышал, что это такие... То есть там ипотека по льгору. Под 6% годовых. Приближаемся к мировым ипотечным ценам. Задали нам тут вопрос. А чем я... Слушайте, интересуется. А почему правительство считает, что я зарабатываю больше министра финансов? И мы действительно задумывались. То есть, да, бюджетник бюджетнику тоже рознь. Ну да. Если вы возьмете господина Шувалова, который недавно оценивал 20-метровые квартиры. Смеясь. Смеясь, да. Ну понятно, что он в другом мире живет. Просто мы говорим постоянно об адресности, об адресности, об адресности. А вот просто всем бюджетникам давать ипотеку под 6% где тут адресность? Ну я думаю, что всем бюджетникам давать под 6% это невозможно. И все это внесется к корректировке. Есть стратегия, есть тактика. Когда дело придет к тактике, то корреляция этих вопросов произойдет существенно. Я думаю, что выберут определенные группы бюджетников по величине их заработной платы и коснется это не всех бюджетников. Хотя у нас не исключается ничего. То есть могут и 7-6% признать? Почему нет? Ну как говорится, нам не то чтобы жалко, но... Но у нас же есть бедительные депутаты законодательного собрания, думаю, они мне это дело атрибулируют. И еще один вопрос от слушателей. Футбол мы уже упомянули. Интересуется, как... Я в эфире не умею матом разговаривать. Как вы оцениваете выступление сборной? А у меня потом есть немного другой вопрос. Как вы оцениваете выступление сборной? Без мата, пожалуйста. Я думаю, что если любого тренера мирового взять в нашу сборную, то ничего у него не получится. Опять виновата наша система подготовки футболистов. Вот. И как раз вот к системе подготовки футболистов сегодня начинаем. Я не суперпрофессионал. Госдума. Опять что предлагают Госдуму все распустить. Все распустить и начать с ноля. И Муткову как бы уволят. Только, по-моему, депутаты Госдумы немного не понимают, что с ноля это начинать с детских спортивных школ. Совершенно верно. В первую очередь, конечно. А не с того, чтобы собирать заново сборную сборную сборную. Да и можно верить, что собираешь, что не собираешь. Результат один и тот же. А вот если мы начнем с детских спортивных школ, когда через каждый квартал будет возможность выйти на поле детям, ну хотя бы площадка для мини-футбола будет, мы увидим результат, который существует в других мини-населенных странах. Ну то есть вся проблема только в том, чтобы эти площадки были доступны? Доступны или все равно должна быть какая-то система подготовки? Мы уже знаем, что у нас масса стадионов в школах есть, да? Их не масса, но они есть. В 6 часов все на ключик. Вот я могу привести пример соседней, там, 10-й школы, которая рядом со мной. Если раньше, до определенного периода, там можно было зайти и позаниматься спортом детям, все, в 6 часов все закрывается, и все бегают. А во всем мире в 6 часов все открывается, и все спокойно жители идут на эти площадки и занимаются тем, чем они идут. Ну, я вот еще, собственно, по своему опыту, когда в студенчестве мы учились, то есть мы тоже где-то там играли в футбол, и ребята, и девчонки, и тоже вот как раз вот была вот эта проблема, потому что в 6 часов все закрывалось на ключ, и попасть куда-то было невозможно. Это раз и два. Не, ну территории школы были доступны. Ну территории школы были доступны, да, но там чаще всего играли дети, выгонять детей как-то было не очень комильфо. Ну, вот, и второй момент, который я считаю тоже немаловажный, это соревнования вот этих вот мелкого уровня, то есть между школами, между учебными заведениями. Нет, ну, во-первых, они проходят. Их достаточно? Их очень много проходит, на самом деле, я это точно знаю, потому что мы освещаем и кожаный мяч, и там золотая бутса. Нет, соревнования... Но эти турберы, они достаточно известны. Да, там на Кубок Мэра у нас проходили раньше соревнования, они сейчас, не знаю, в этом году проходят или нет. По футболу, например, да, они проходят, достаточно их немало. Но мы же говорим о квалифицированной подготовке. Это совсем разные вещи. Я знаю, что вот ребята из Кирова уже там в Казань занимаются, маленькие, с родителями приходится ехать. Целыми семьями перейдут? Целыми семьями, да, если они видят, что есть перспективы у этих ребят. Потому что они же понимают, что это, в принципе, потом это твое материальное родное состояние, и твои родители их в обществе. А в «Динамо» много не заработаешь. А в «Динамо» много не заработаешь, да. Ну, вот вы видите, вся беда в том, что мы посмотрим сейчас, наших футболистов в европейских клубах практически не осталось. Это говорит о том, что их не берут, нехого брать. Целка катится. Ну, не все, но много. Вот на этой немного грустной ноте мы сегодня заканчиваем. Мы будем за это бороться, и все будет хорошо. В студии работала Дарья Топузлива. В гостях у меня сегодня был генеральный директор и главный редактор телеканала РН Киров, член общественной палаты Кировской области Юрий Шлиминзон. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин